Лицо героя этого репортажа мы показывать не будем. Скажем лишь, что зовут его Михаил. Он житель Шуйского района и самый обычный работяга, который трудится за копейки в родном селе. Недавно в жизни Михаила случилась одна грустная история, которая заставила его задуматься, есть ли справедливость как таковая. А теперь по порядку. Всю свою жизнь Михаил работал в родном колхозе. Он тракторист. Зимой председатель колхоза по совместительству глава сельского поселения предложил Михаилу и еще трем мужчинам поработать в лесу на заготовке древесины. По указке начальника валяли не только сухостой, но и здоровые деревья. Михаил понимал, что их работа незаконна, но другой на тот момент не было. Я ему до этого сказал, говорю, допрыгаемся с лесом-то. Он сказал, твой номер 16, ты пришел сюда работать, садись в трактор, трейлюй, не тебе решать. Я здесь решаю, что мне пилить, что не пилить. 25 февраля на делянку нагрянула полиция. Черных лесорубов заметили с вертолета. Что показал, то и пилили. Ну, вот, пять деревьев спилили, четыре незаконные, одно с клеймом было. Я на тракторе, друг валил, я вытаскивал. Вытащили, на краю сушки сжигаем, вертолет прилетел. Документы спросили, у нас, конечно, их нет. Начальнику позвонили, он приехал, документы привез, у него документы на дрова, а тут же не дрова были. А дальше началось хождение по мукам. Мужчин вызывали на допросы. Поначалу полиции они выдавали версию начальника. В лесу они первый день убирались и пилили дрова. Этим показаниям никто не поверил и пришлось выложить правду. Однако председатель колхоза наставил изменить показания. Нанял адвоката себе и Михаилу. Последний потом от защитника отказался, ведь по делу он шел всего-навсего как свидетель. А командиру, как его называли вальщики, грозил штраф в 700 тысяч рублей. Вот он и искал лазейки, как не платить эту сумму. Командир сказал, говорит, давай сейчас съездим к адвокату, все оформим, все сделаем. И я, говорит, за хлопот и тебе 10 тысяч даю. Но если бы он мне дал эти 10 тысяч, я бы подписался. Тогда бы нам весь штраф, что есть, пополам свальщикам с другом поделили бы. Ну, все хорошо. А у нас таких денег нет, чтобы платить, да ищить за кого-то. 20 мая лесорубов вызвали на очную ставку с командиром в следственный отдел города Шуи. В кабинете находились двое следователей, председатель колхоза и его адвокат. Видимо, до приезда мужчин они уже нашли общий язык и всем нужны были определенные показания. Меня последнего на очную ставку вызвали. Ну, и что, адвокат, что мне листочек, вроде, подпишись. Я не встал. И два гаврика мне руки заломили за спину. Я отрубился. А потом уж очнулся в больнице. Гавриками Михаил называет следователей. С допроса без сознания его увезли на скорой. Руки заломили настолько сильно, что мужчина от болевого шока потерял сознание. Врачам сказали, что он упал со стула в приступе эпилепсии. Удивительно, но от этой болезни тракторист никогда не страдал. Однако именно от эпилепсии его лечили три дня в шуйской терапии, пока мужчина не сбежал из больницы. Руки висели как плети, бока были уже черными. Михаил пошел в полицию. Рассказал о случившемся и только потом обратился к травматологу. Обе руки врачам пришлось фактически собирать заново. Михаил уже несколько месяцев без работы. И поправиться он не скоро. За рубку леса мужчинам ничего не будет. Крупный штраф заплатит их начальник. Он, кстати, после всего произошедшего с трактористом даже не здоровается. Впрочем, это не страшно. Работать к нему Михаил все равно уже не пойдет. Работа вон. В монастырь, пожалуйста, иди работай. На фабрику. Участников тоже. Была в шее, хомут найдется. А кто теперь ответит за сломанные руки? Как добиться правды простому деревенскому жителю, юридически неподкованному? Но даже после всего произошедшего Михаил верит, что мир не без добрых людей. Возможно, именно после этого сюжета правоохранительные органы заинтересуются его ситуацией. И уголовное дело по факту причинения вреда здоровью все-таки будет возбуждено. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова